Здравствуйте, дорогие читатели! У замечательного детского писателя Юрия Яковлева есть книга, которая называется «У человека должна быть собака». Сегодня мы хотим познакомить вас с четвероногими любимцами русских и зарубежных писателей и поэтов. Собаки – одни из самых дружелюбных животных. Они обожают своих хозяев, готовы за ними идти в огонь и в воду. Наверняка у многих из вас дома тоже живет четвероногий любимец. У знаменитых писателей тоже жили собаки. Все они были разные, но каждая из них оставила свой след в душе. Многим из них были посвящены стихи и рассказы. Предлагаем познакомиться с ними поближе. Русский поэт, прозаик, публицист Николай Алексеевич Некрасов с раннего детства был огромным любителем собак. Эта любовь передалась ему от отца. Собаки были самыми надежными и преданными друзьями поэта в его любимом занятии – охоте. В начале 1850 года у Николая Александровича появился черный английский поинтер – раппу, который очень быстро почувствовал себя хозяином в доме и начал строить своих домочадцев. В конце июня 1857 года Некрасов привез из Англии очень дорогого щенка – крупно-крапчатого поинтера, которого назвали Нелькой. В своем письме Тургеневу поэт так рассказывал про собаку. Славный характер. Нельзя ее не полюбить. Жаль будет, если из нее ничего не выйдет. Собаку еще не пробовал на охоте, но думаю, что она будет не дурна. Она умная, догадливая и неупрямая. Со временем Николай Алексеевич приобрел еще одного черного поинтера, получившего имя Кадо. Поэт очень любил пса и позволял ему буквально все. На обедах Кадо разрешал скакивать на стол и прохаживаться по нему, выбирая из тарелок лучший кусочек, а потом пить воду из хрустальных кувшинов. Затем ему отдельно обязательно подавала жареная коллопадка, которую он съедал на дорогом персидском ковре. Пес отвечал своему хозяину огромной благодарностью. Он был прекрасным охотником с необыкновенным чутьем. К сожалению, Кадо не дожил до старости. Во время охоты жена поэта случайно пострелила пса. Николай Алексеевич очень тяжело переживал гибель своего четвероногого друга. Похоронили пса в палисаднике около дома поэта. На его могиле Николай Алексеевич велел поставить травморную плиту. Надпись на ней гласила «Здесь похоронен Кадо». Черный поинтер. Был превосходен на охоте. Незаменимый друг дома. Родился 15 июня 1868 года. Убит случайно на охоте 2 мая 1875 года. После смерти своего верного друга поэт больше не охотился. Советский писатель, прозаик и публицист Михаил Пришвин тоже очень любил охоту. Рано утром он уходил из дома в сопровождении верного друга и не приходил до позднего вечера. Всю жизнь в доме у Пришвина жили собаки охотничьих пород. Лайки, поинтеры, легавые, сеттеры. Звали их Верный, Лада, Жалька, Ромка, Ярик, Кента, Нерль, Анчар, Соловей, Жизель, Джоли. И это еще далеко не полный список. Многих любимцев он упоминал в произведениях. Про своих питомцев Пришвин говорил «Собаки вывели меня в люди» и трогательно восхищался собачьей преданностью. В 1928 году у писателя появился фотоаппарат Лайка. Он заменил ему настоящее ружье и до конца своей жизни писатель уже не расставался с фотоаппаратом. Многие издания произведений писателя были проиллюстрированы его фотоснимками. В декабре 1949 года Михаил Михайлович приобрел щенка английского сцеттера – трехцветную жальку. Известный фотохудожник Тункель к юбилею Пришвина создал замечательный портрет для журнала «Огонек». На этой фотографии Пришвин сидит за столом в своем кабинете московской квартиры в Варушинском переулке, а рядом с ним любимая собака Джоли или Джалька, как ее звали домашние, которая с огромной любовью смотрит на хозяина. Пришвин пишет о собаке Джальке в рассказах «Собака-идеалист» и «Собачий рассказ». В 2023 году, 150-летию со дня рождения писателя, Банком России была выпущена памятная серебряная монета номиналом за рубля. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба Российской Федерации. На оборотной стороне рельефное изображение Михаила Михайловича Пришвина с бракнотом и ручкой и сидящим рядом с собакой. Справа про окружности имеется рельефная надпись «М. Михаил Михайлович Пришвин». Справа внизу в две строки «Годы жизни писателя» 1873 и 1954. Русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед Вадимир Набоков с детства обожал такс. Вот что он вспоминал о своем первом любимце. В раннем детстве я застал в родительском доме двух тучных старичков – Лулу и Бокса Первого. Спал Бокс Первый всегда на расшитой подружке в углу козетки. Седоватая морда заткнута под бедро, и время от времени его еще крутенькую грудную клетку раздувал глубокий вздох. После Бокса Первого в семье писателя была такса «Трейни», купленная отцом Набокова на собачьей выставке в Мюнхене. Самой последней таксой писателя стал Бокс Второй. Он был потомком чеховских Брома и Хины, и именно с Боксом Вторым Набоков уехал в эмиграцию, с ним же он жил в Праге. Писатель утверждал, что Бокс Второй – единственное, что связывает его с русской литературой. У зарубежных писателей тоже были свои четвероногие друзья. Так признанная королева-детектива Агата Кристи не раз говорила о своей любви к собакам. Первый питомец появился у нее в пять лет, когда отец подарил маленькой Агате югширского терьера Тони. «Это было самое огрушительное событие из всех, которое мне довелось пережить. До тех пор настолько невероятное счастье, что я в прямом смысле решилась дарой речи». Вскоре Тони стал лучшим другом девочки, с которым она почти не разлучалась. После Тони долгие годы четвероногие питомцы отсутствовали в жизни писательницы. Она упоминала о них только на страницах своих произведений. Многие годы спустя в жизни Агаты Кристи появился Фокстерьер Питер. Своему любимцу она посвятила роман «Немой свидетель», где Фокстерьер Боб является единственным свидетелем убийства и помогает Рекюле Пуаро раскрыть преступление, а затем становится питомцем Гастингса, приятеля знаменитого сыщика. Французская писательница Франсуаза Саган обожала собак и кошек. С особой гордостью и нежностью писательница всегда вспоминала таксу, которую в старости прозвали самокатом. К старости у бедного пса отказали задние лапки, и ни один ветеринар не взялся его лечить. Тогда Пьер Куаре, отец Франсуазы, сконструировал небольшую тележку, на которой бедняга смог не просто передвигаться, но даже бегать по улицам. Спустя много-много лет в жизни писательницы появилась немецкая овчарка Вербзер. Пес был настолько спокойным, что не мог убедить даже мухи. «Это моя ошибка», – говорила Франсуаза. «Я его воспитала, как большую кошку». Франсуаза очень тяжело переживала смерть четвероногого приятеля, прожившего с ней 16 лет. В последующие годы она отказывалась завести другую собаку. Однако потом в ее жизни появился Банка, сын Фокстерьера и ее подруги. «Это, безусловно, самая умная из тех собак, которые у меня были», – говорила Франсуаза о своем друге. В 1960 году американский писатель Джон Стейнбек, чтобы восстановить силы после сердечного приступа, решила отправиться в путешествие по Америке. Он хотел лучше узнать родную страну. В попутчике писатель выбрал своего любимца, пуделя по кличке Чарли, прирожденного дипломата и доброго друга. Чарли помогал писателю наладить контакт с людьми. Кроме того, был отменным слушателем. Вместе с пцом писатель преодолел 19 тысяч километров и пересек 37 штатов. Свои приключения с Чарли Стейнбек описал в книге «Путешествия с Чарли в поисках Америки», ставшей мировым бестселлером и подлинно описавшей быт и нравы американского общества. Начало 60-х годов прошлого века. Вот и подошел к концу наш обзор. Мы рассказали вам далеко не обо всех лохматых любимцев и известных писателей. Предлагаем вам прочитать книги, которые они посвящали своим четвероногим друзьям. Приглашаем в Каковинку за интересными книгами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok